Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Я очень рада вас всех видеть! Сегодня предлагаю вашему вниманию рецепт вот такого вот тыквенного супчика, который я показывала в одном из своих влогов. Не судите меня строго, это будет мое, можно сказать, первое кулинарное видео. Очень надеюсь, вам понравится этот рецепт, и вы возьмете его для себя на заметку. И давайте начнем! Для начала нам понадобится половинка тыквы. Как вы видите, она не слишком большая, не слишком маленькая. То есть я могу взять две половинки в две свои ладошки, и практически они поместятся. Где-то вот так рассчитывайте. Сейчас я буду ее чистить, резать на кусочки и бросать в воду варить. Какими будут кусочки по форме, значения не имеет, так как мы будем потом их при помощи блендера разминать. И также вот такую вот ложку чайную соли, в принципе, с боркой, засыпаю сюда и ставлю эту кастрюлю на огонь для того, чтобы тыква сварилась. Также я почистила одну морковку и 4 зубчика чеснока. Видите, морковка небольшая, размером с мою руку. Сейчас порежу и перекручу это все вот в таком вот блендере обычном. Опять же, форма не имеет значения, потому что потом это все мы будем перекручивать в пюре. Немножечко обжариваю морковку чесноком на сковородке, буквально до состояния мягкости. Почистила 3 картошки, они небольшие, тоже помещаются в ладошку. Сейчас порежу на более мелкие какие-то кусочки и отправлю вариться к тыкве. Отправила картошку к тыкве, также морковку с чесноком тоже уже высыпала сюда. Теперь будем ждать, пока закипит. Вот такая грудинка или корейка, смотря что вы выберете, что вам нравится больше по вкусу. Я в специальном магазине попросила порезать ее на более толстые кусочки. Мясо я порезала на вот такие вот кусочки, также порезала зеленый лучок. Один сырочек плавленый нам понадобится, но это, кстати, по желанию. Если вы хотите, чтобы суп был более густой, то добавляйте сырок. Если хотите более жидкий, тогда не добавляйте. И также нам понадобятся сливки 12% жирности. Тыква, морковка и чеснок уже сварились. Сейчас будем их взбивать при помощи погружного блендера. Получилась вот такая масса. Сейчас буду выливать где-то половину упаковки сливок и потом тереть сюда плавленый сырок. Супчик стал более такого сливочно-молочного оттенка. Сейчас добавлю немного мускатного ореха, где-то пол чайной ложечки и доведу до кипения. Уже в кипящий супчик отправляю порезанное мясо. Я поварила суп еще буквально 5 минут, потом добавила соли по вкусу и посыпала зеленым лучком. И вот такая вот красота в итоге у меня получилась. Очень надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Вы возьмете на заметку мой рецепт. Потом обязательно пишите в комментариях, если вы готовили, как вам понравилось такое блюдо или нет. Все, я пошла относить еду Жени. Сама побежала делать маникюр. Всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих видео. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok